Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в экономике здравого смысла, с вами Ярослав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема яйца в одной корзине, Лукашенко не хочет стать омлетом. Итак, Лукашенко последние 4 года особо интенсивно сотрудничает, кооперировал, коллаборационирует с Россией, он положил все яйца в одну корзину, забыта формула треть-треть-треть экспорта в Россию, Европейский Союз, Дальные Зарубежья, забыта формула партнерских нормальных отношений с соседями, кроме России. Белорусский режим, белорусский диктатор пошел на абсолютно опасное, неприемлемое моральное и нарушающее принцип международного права отношения с нацистским Кремлем и получил полную зависимость. В зависимости по войне, в зависимости по кредитам, по ядерке, по транзиту, по логистике, по финансам, платежам, практически по всему. И вот, понятное дело, на саммите БРИКС, где был Лукашенко, кто-то ему сказал, новость такая себе, потому что это же часть российского кремлевского сценария, что Россия требует отдельные башни Кремля, поглощения полного Белоруссии при соединении Белоруссии к России. И вот Лукашенко начал возмущаться, начал говорить о том неприемлемости такого сценария, вы хотите что ли войну, вы хотите партизанское движение против России и теракта и так далее. Лукашенко, который никогда не был руководителем полноценной независимости страны, который лишил страну субъектности, лишил миллионы людей права выбора, выгнал из страны миллион человек, никогда не был за гражданское согласие диалог, человек, который всегда через губу нахально врал про Европейский Союз, Америку и весь мир. И вот человек сегодня столкнулся с грубой жестокой реальностью, якобы в Кремле есть силы, которые требуют присоединить Беларусь к России федеральным округам. А что это было секрет в 1994 году, когда эта самая Москва через спецслужбы и свои сети назначала Лукашенко или давала им ресурсы для того, чтобы он избрался? А в 1995 году было бы, был это секретом, когда Лукашенко подписывал соглашение о таможенном союзе, которое открыло шлюзы для контрабанды, шедшие через фонды Санбаева, спортивные фонды и другие структуры, которые и создали, контролировали сетевые преступные спецслужбистские структуры Российской Федерации. И все это делал Лукашенко в надежде, что вот он заработает бабло, станет руководителем. И, понятное дело, российские имперцы рассчитывали, что они доломают Лукашенко, потом поставят другого своего человека, такого вот своего Медведева. Но Лукашенко оказался, безусловно, проворнее и хитрее, и их столько лет дурел. И вот 24-й год, очередная кампания по самопереназначению самого Лукашенко под неудачным названием выборы. И, конечно же, отдельные лица в Кремле сказали, ну блин, сколько же можем мы его кормить? Там долг 8,5 миллиардов долларов, мы его держим за Фаберже столько лет и не можем заставить его подписать документы о том, что Беларусь часть России, а давайте попробуем еще раз, раз в январе вот это будет. И Лукашенко публично начинает возмущаться. А что ж ты не возмущался, когда ты стал соагрессором? Когда из территории Беларуси на территории Украины заходили войска, и сейчас включаешь систему дурак, вроде бы я ни при чем. Это абсурд, когда руководитель страны, который каждый чих контролирует, вдруг не понимает, что делает на его территории десятки тысяч солдат соседней армии, которые вторгаются на территории Украины. Тотальное вранье и бред. То же самое касается экономики. Никакого признания ущерба от политики начиная с 2020 года, хотя бы 2020 года. То, сколько потеряла Беларусь миллиардов долларов, сколько недополучила прибыли. И самое опасное, самое серьезное, в какую глубокую степень зависимости попали мы от агрессора, нацистского преступника, который совершенно очевидно терроризирует весь мир. И вот сейчас террористам быть в одной упряжке, что ли, не кошерно, ну так вперед тогда на диалог с гражданским обществом, с политической оппозицией, освободить всех политзаключенных, прекратить эти репрессии, прекратить ставку делать на совок госплана, на зао семья. И тогда, тогда будет переходный период. Нету альтернативы, нету сценария, в котором Александр Лукашенко оставался у власти за то, что он сделал 30 плюс лес страной. Но, по крайней мере, это будет диалог, шанс сохранения Беларуси как независимого проекта. То, что все делает Лукашенко, я буду воевать, партизанское движение, не он будет воевать, потому что он вместе со своими пожитками и близним кругом зао семья свалит на остров в экваториальной Гвинеи, либо где-нибудь там близко к Весватини, и будет там доживать свои последние позорные дни. А мы будем бороться за свою независимость. Друзья, спасибо большое за ваше внимание экономики и здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Жива Беларусь! Слава Украине!